Очень похожа моя. Я тоже слушал вот морской флот, я тоже, когда решил жить в Казахстане, тоже моя жена не согласилась и меня сказала до свидания. До свидания. Но я здесь нашел, да, я здесь нашел свой счастье, поэтому я уверен, что тоже вам повезет. Да, повезет. Ну, у него вот единственный минус, что он уже возраст. Ему уже за 60. Да, он, да, для них старше тебя, он, ты же у нас... Старше? Да. Нуржан, готовый показать сюрприз? Да. Показывайте. Вперед. Сейчас будет, сейчас будет танец, либо стихотворение. Данечка, я, наверное, выскажу мысль и желание очень многих мужчин, чтобы его женщина была как куколка, карманная женщина, которую можно носить на руках и убаюкивать. И вот вам мой подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Супер! Это Барби, да? Ну, это что-то... В наше время же Барби не было. Боже мой, это тоже, это тоже самое. Так тебя на руках будут носить, и ты будешь карманная дама. Как пекинеш, что ли? Карманы. Ты представляешь, ты все время будешь рядом с Нуржаном? Я подумала, что так. АПЛОДИСМЕНТЫ Супер! Спасибо. Нуржан, спасибо. Мэлс, спасибо вам большое. Возвращайтесь в свою комнату. Скоро вы узнаете решение нашей невязки. Пойдем, дорогая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, Данечка, как тебе Нуржан? Ну, интересный мужчина. Так. В детстве, помню, так нравились моряки мне. Для того, чтобы услышать такие вот слова от тебя обо мне, стоило вообще сюда прийти. Ну, я же, правда говорю. Еще и женщина прекрасная такая. Ну, самое главное, ты не опозорил моей сегины. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Будем посмотреть. Хороший мужчина. Жанна, а что скажешь про Нуржана? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Нуржан в целом, он, конечно, не раскрылся абсолютно сейчас перед нами. Здравствуйте. Он непонятно пришел жениться, либо просто посмотреть на Дану. Потому что он не ответил ни на один вопрос, чего он хочет вообще от невесты своей. Потому что если человек серьезно пришел жениться, и вот у меня такие глубокие слова... Он же хочет тепла, сказал Жанна. Глубокие слова. Ты не внимательно слушала. Он говорит, хочу дать ей тепло. Ну, это говорить могут все, понимаете? Такие слова могут все говорить. Но вот я не почувствовала от него какое-то такое серьезного намерения. Вот мне кажется, что он просто так пришел. Нет, так что она не почувствовала серьезно. Я же не к ней пришел. Как она могла почувствовать? Он такой еще ничего. Я вижу, что он видит. Женьк. Красивый. Вы кокетка. Вы завидуете подруг. Я не завидую. Я хочу... Что ж мне завидовать-то? Мне выдать ее замуж поскорее надо. Просто он приехал еще мало времени. Никто... Даже он сам не знает, что будет здесь, будет долго. Как можем строить свое будущее. Поэтому он так просто... Не уверен как-то еще. Не уверен еще. Поэтому, может быть, рисковать, а так через год-два-три он возвращается. А вы сами, когда приехали в Казахстан, через сколько времени вы встретили любимую женщину здесь? Через 6 лет. Вань, ну что, как впечатлил тебя на ржанке? Ну, глаз горит. Он же глазами... Да, глаза блестели. Да, глаза блестели. И он, в общем-то, если бы вот... Вот так вот можно было бы этот стол вот так вот весь вот... Сжечь. Сжечь. Да, сжечь просто. Просто бы сгорел бы этот стол, чтобы только-только подойти поближе. Но когда они стояли там друг перед другом... Вы знаете, я увидела вот этого мальчишку, который живет в его душе до сих пор. Потому что он стал как мальчик и волновался даже с этим подарком. И, в принципе, подарок действительно символичен, потому что подарить куколку маленькой женщине. Так она сама как кукла. И знаете, я видела... Вот когда он дарил этот подарок, я видела, как он ее носит на руках. Я больше ничего не могу сказать. Дай Бог. Потому что он действительно будет ее носить на руках, если все абсолютно сложится. Но это будет зависеть только от данной. Настя, а вы как считаете? Ну, действует закон сохранения энергии, причем и даже на уровне чувств. Тот мужчина, который много способен дать, но он также много ожидает. Тот мужчина, который ничего не дает, но, соответственно, нет ожиданий. Но в целом я все равно увидела в этом человеке и мужественность, и увидела, может быть, интеллигентность. Вот в нем есть, безусловно, огромный и научный такой пласт. И, может быть, человек где-то и был скромен, стеснялся. Но вот чувства, которые проявлялись вот к Даночке, я это видела. Все равно я доволен. Ты – мужик тот, который нужен. Впереди третий смотриный и выбор невесты. Не пропустите. На КТК «Давай поженимся» мы ищем мужа для Танны. И наше третье предложение – Сиявуш. Сиявуш. 32 года. Преподаватель хорового пения и музыкант. Обаятельный провокатор, умен, дерзок, хорош собой и знает об этом. На дух не переносит шум и скандалы. Находит время для занятий в тренажерном зале. Мечтает выступить со своей группой в Москве и заявить о себе в Европе. В прошлом роман, который не стал счастливым из-за родителей возлюбленной. Хочет познакомиться с обаятельной и грациозной женщиной. Возраст значения не имеет. Ну что ж, давайте встретим нашего жениха. Дана, идите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сиявуш. Очень приятно. Взаимно. На память о нашей встрече. Спасибо. Буду слушать. Провожу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, мы еще молоко. Да. Несерьезно. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Сиявуш. Здравствуйте, Айгуль. С кем пришли? С другом Дмитрием. Давно дружите? Дет 15. Как здорово. Наконец-то есть что сказать о друге, да? Ну да. Будем честно говорить. Да. Ну что, Сиявуш, пришли к нашей даме. Да. Ну чем покорила вас эта дама? Знаете, я вот смотрел фотографии. Так. Вот где на пляже отдыхали. Батюшки-то мы эти пока дали, что ли. Да, но вы что? Прямо. Купальнички. Прямо активный образ жизни. То есть не сказать, что вот многие стараются, знаете, как бы не выходить в свет, там, лучше посижу дома. Да, да, да. Маникюры, педикюры и так далее. А тут получается наоборот. То есть человек активный. Дома вообще не сидит. Да, это ведь хорошо. И есть фотографии сверху на лошади, и на коньках, и на лыжах. Сердце сказало. Сердце три раза сальто сделало. Да, да. Ай, давай. Иди, иди, да? Да. В бой. Иди в бой. Да. Пацан побалдеть пришел, конечно. Не, ну конечно, это что-то как-то... Он сам-то понимает вообще, куда он пришел. Была у вас романтическая история? Была. Расскажите. Я учился, вот, и там мы познакомились. Я учился, вообще закончил консерваторию. Так, и она в консерваторе. Хорового дирижирования, да. А у Матинского? Да. Ну и завертелся, шуры-муры и так далее, да. Ну и потом так получилось, что в конце ничего не получилось. Почему? Ну почему? Ну, сделал пару раз предложение, то есть после. Человек думал, что я изменил, а я не изменял. Ну и все. Ну вы что, сделали предложение? Помириться или сделали предложение? Нет, по-настоящему, конечно. Выходи за меня замуж. Ну да. А она говорит, нет. Нет, я, говорит, не готова. Ну, когда человек не готов, вернее, когда человек не хочет, он не готов. Потому что человек готов, в принципе, в любом возрасте. А если ты не хочешь, ты, соответственно, говоришь, что ты не готов. Знаешь, что не любишь, да? Ну да. Он еще к женитью не готов. Ну как он пришел? Он же пришел как кавалер. Ну как кавалер пришел, но он не готов к женитью. Я сразу чувствую. Вы живете с родителями? Нет. Вы живете отдельно? У вас родители здесь, в Алма-Ате? Нет. Я уехал, 8 лет я уже здесь. Откуда? Вместе. Откуда? Кому ответить на этот вопрос, даже не знаю. С Техаса. Мне, мне. С Техаса? С Чимкентом, что ли? Ну вы знаете, что вот и сыновья нашей Даны, они даже старше вас по возрасту? Ну да. Сколько лет? Сколько вам лет? 32 же, сказали. Ну, он не такой молодой. А маме сколько? Самого. Маме сколько времени? Маме? Мама 64-го года. Самого. Ну, в общем, я ее старше, ничего, да? Ну, это не страшно. Я же мамой называть не буду уже, да? Да, но если он пришел, значит ничего. Я же видел фотографии. Хорошо, хорошо. Ну вот амбиции мне вообще-то нравятся. Вот это вот самостоятельность, тоже уверенность в себе. А невесту-то куда приведем? Что имеем? Как куда приведем? Домой пойдем в Данке? Да чего? Куда не домой? Нет, вопрос был не куда пойдем, а куда приведем. Нет, куда приведем жену-то? Домой? Домой доведем. Вот я и спрашиваю, а дом где? Здесь. В Алма-Ате. Да, с тетей я живу. Тетю подвинул. По-хорошему это, конечно, ненормально, да? Я понимаю, когда мужчина старше. Не, мы сейчас, конечно, это уже все... Все уже выродилось, все эти какие-то прежние понятия. Мужчина старше там и так далее. Нет, ну это по жизни, это по природе так. У Даны трое сыновей. У них уже состоявшаяся жизнь правильно вывела в люди. Сыновья благодарны. У них тоже должна быть своя жизнь. Она хочет устроить свою жизнь. Что мы можем Дане дать? А что можно дать? У нее все есть. Господь, Бог и родители все ей подарили. Что еще можно дать? Мы все готовы. Дана состоявшись. Нет, вот это мы уже все проходили. Да. Нет, ну и что, приведешь ты ее к себе домой. А дальше что делать будешь? Как что делать? Жить? Как жить? Не ту жить. Красиво. Где вы работаете? Ну, я вообще работаю педагогом. В консерватории? Нет, в музыкальной школе. В школе, да? Да. Сивуш, солнышко ты мое. Вот скажи, пожалуйста, а как ты видишь вообще все будущее? Вот сегодня загорелась, да, понравилась. Действительно, замечательная женщина. Короче, молодой план. Чудесная. Я понимаю тебя. Я понимаю тебя, что тебя уже не интересуют твои свертницы, потому что там есть горький опыт. И ты знаешь, что это не твое. И тебе хочется и мудрости, да? Правда? Чтобы было рядом кто-то, кто-то мудрый человек. И чтобы, но в то же время, чтобы он был живой, активный, энергичный. Чтобы это была женщина, вот преданная тебе. Потому что ты прекрасно знаешь, что когда у женщины возраст, она действительно мудрая, и она уже не предаст. Правда? Правда. А дальнейшее, как ты это видишь? Вот год, два, пять. Что дальше? Знаете, я не хочу... Зачем заморачиваться дальше? Мы ведь живем сегодня. Да пусть год, пусть два. Он же не на работу не устраивается. Вот смотри. Пять, десять лет вперед смотри. Для чего это? Это неинтересно. Так она только молодеть с ним будет. Нет. Вот для тебя это может быть как раз и нет, потому что у тебя вся жизнь впереди. А вот женщине нужна опора, защита до конца ее дней. Вот здесь мы можем поспорить. Не завидуй, Валя. Ладно, возраст, это в принципе, это ей решать. Правильно? Может, ей интересно так будет. Но я вот его не понимаю. Дмитрий, ну вот как ты считаешь? Ты вот когда вот Севуша отправил на сайте фотографию, да, Даны, вот посмотрели возраст. Вот ты как-то просил друга, ну что, ну братан, ну ты что, не гатишь? Ты на возраст посмотри вообще. Там сколько молодых девчонок. Я спросил, конечно. Ты говорил так, что друзья тебе скажут? А он что сказал? Он говорит, ну возраст это возраст. Молодой, чересчур молодой. Ну она откровенно сказала. Откровенно. Так что у нас, Леонидович, шанс есть на ее сердце. Ты у нас же отличный друг. Она тебя выберет. А давайте я хочу поставить точку в вашем споре. Севуш, все мы ждем от вас таких слов, которые вот подтвердят вашу, вашу серьезность, вашу серьезность, ваших намерений вот по отношению к Дану. Есть у вас такие слова? Я вот смотрел двух предыдущих женихов. Классные мужчины. И мне понравилось выражение Нуржана. Я, говорит, скажу все потом. Наедине. Готовы показать сюрприз? Да. Показывайте, Севуш. Спою вам песню. Вы ее знаете наверняка. И всех, кто знает, можете подпевать в припеве. Хорошо. Между нами неразрывный круг Между нами яркий образ звук Голоса улетающих сталь Между нами куча сжигается Отлично. И печальное в слезах лицо Прощай, прощай, прощай А мне хлопали я пел, нет? Конечно. Да? Конечно. Хорошо, парень, поет. Только ты, я Только ты, я И никто на свете другой Только ты, я Только ты, я Живем с тобой Одной судьбой Это был мой музыкальный подарок для России Хороший голос, красивый, парень Хороший парень Да, да Ты можешь очень много потерять А что ты не знаешь, что ты песню Хотела подпеть, честно не знаю Севуш Да не знаю Надо свою счастье охватать И бежать отсюда наверх Прямо сейчас Спасибо, дорогой Спасибо, Дмитрий Спасибо Тебя тоже, мальчишки Возвращайтесь в свою комнату Вы узнаете Кого сегодня выбрала наша Дана Ну что, Дана, как тебе с Явуш? Ну вот есть хорошая поговорка Солдат ребенка не обидит В принципе, у меня есть уже три сына Да, ну как бы Хочется уже, чтобы меня кто-то воспринимал Но не как куколку там, скажем Ну, где-то так, да А опять играть роль мамы я отказываюсь, конечно Тем более, что мама, то есть младше меня, понимаете Ну что ж совсем-то прям Мне, конечно, очень лестно, что такой молодой Парень у тебя пришел Ну вдруг это твой Галкин Ну ты что? Любви все возрасты покорны А что ты все пирожки достойные? Жанна, а что скажешь? Ну, с другой стороны, Дан, ты не права Любви все возрасты покорны Я хочу тебя поуговарить, потому что Я знаю твой характер, твой темперамент и пыл Вот это, да, энергетику твою Я думаю, что я с ней выдержу Только молодой может выдержать Только может выдержать такой, как Севуш Молодой, бесшабашный, да, такой же, как ты Потому что других, допустим, президентов Ты просто можешь задавить, раздавить А жизнь такая штука, которая Что-то нам подготовят для нас через 5, 6, 7 лет У меня повисла, жена у меня 25 лет Пока еще я здоровая А так это не разряжайте А я с Веселинской, я сказал Так он с Техаса Нужно жить сегодняшним днем Верить завтра Я сейчас слушала мужчину Он сказал, давайте жить сегодня Вот, я прям Это мне понравилось Сегодняшним днем нужно жить Сегодня нужно впитывать радость жизни А почему бы и нет? Настя, ну как? Я бы вообще поверила в искренность чувств Если бы отношения завязались вот как-то так между делом Ну то есть объединило бы что-то И тогда, знаете, вдруг раз что-то вспыхнуло Люди вначале, когда вот такой вот мезальянс Ну вроде как бы этого даже стесняются А потом, в общем-то, выносят отношения в общество Они их проживают А здесь пока в силу того, что чувств не возникло Я просто не могу понять, как они могли возникнуть И я понимаю, что проживать пока нечего Поэтому даже, как мне кажется, предмета для обсуждения и нет Куда мы попали? А Дима? Вот так как попали Дана познакомилась со всеми женихами Ей осталось сделать выбор Какой? Скоро узнаем Не переключайтесь Давай поженимся на КПК Мы ищем жениха для Даны Она познакомилась с тремя претендентами И это Геннадий, Нуржан и Сиявуш И сейчас ей предстоит судьбоносный выбор Ну, Дана, как вам наши женихи? Ну, Геннадий Человек, который Да, сейчас, видимо, ищет какую-то тихую пристань Какой-то стимул Для дальнейшей жизни Чтобы было ради кого Там Совершать какие-то поступки А Нуржан? Ну, Нуржан – это человек, который вернулся на историческую родину Соответственно Ну, я думаю, действительно он еще Достойно уважения, да? Слишком незначительное время он еще провел Молодый же тоже В Алмате И Сиявуш, сынок Ну, вот у него, кстати, глаза блестели Ну, я тебе говорю Мы с Валей-то видели Да, Нуржана прям сильно блестели Ага И Ну, а Сиявуш Что я могу сказать? Энергичный, молодой человек Ну, я думаю, наверное, это была такая шутка Нет, что-то как-то мне не нравится Ее отношения Жанна, как ты считаешь Из всех трех женихов Ну, кто больше всего подходит Данночке? Вот, зная Дану На сегодняшний день Вот из всех трех Все хорошие Все По-своему Каждый из женихов Постарался показать себя Искренне, да? Ну, из всех Мне кажется Можно присмотреться на Нуржана А Кармен, как вы считаете? То же самое Я за Нуржаном Да, я за Нуржаном Поскольку Недавно приехал И еще есть стимул Что-то какой Строи Ну, конечно Дорожца Мне кажется Никого не выберет Да? Да А Геннадий? А Нуржан? Я хочу сказать о любви Потому что Та возрастная категория Которая сегодня у нас была Здесь присутствовала Вот здесь вот На нашей встрече Это возраст ведь Уже сложившихся людей Да? Сложившихся судеб Сложившихся жизней И хочу я ответить Стихами Она цеплялась за любовь Как за последнюю надежду Что омолаживает кровь И носит белые одежды Она цеплялась за любовь Она счастливой быть хотела Пусть не хозяйкой Пусть рабой Чужой души Чужого тела Она цеплялась за любовь Уже стареющей рукою Любовь Надмен на хмуря бровь Китайский чай пила с другою Дура Дура ты, любовь Не так живешь Не тех целуешь Тебя как чудо ждут А ты Уже балованных балуешь Дура Дура ты, любовь Вот так умрешь Не зная рая И правда Умерла любовь Любовь тоже Умирает В этом году Было 10 лет Как я потеряла своего мужа И мой муж был младше меня на 15 лет Вот теперь и судите Счастье мне было отмерено 7 лет И я действительно была счастлива Так вот пусть любовь Никогда не умирает Пусть она живет в сердце каждого человека И тех всех людей Которые пришли здесь к нам сегодня На нашу передачу Умница женщина Может ее выберем Так кто он подходит Я ничего больше не буду говорить Спасибо Валь Такие грустные стихи Грустные Да У человека У человека трагедия Поминала судьба Красивое Очень красивое стихотворение Надо отдать ей должное Но сейчас Настя мне поможет Ну я поддержу кандидатуру Нуржана По той простой причине Вот вы его не знаете Но у вас есть посредник Мэлс Да Вы за Нуржан А я все-таки хочу отметить Геннадий Но дело в том Что это только наши советы Конечно принимать решение о тебе Я знаю что твое сердечко тебя не обманет Я знаю что выбор есть А мы тебя поддержим в любом случае Дана И иди туда куда тебя зовет твое сердце Вот в эту белую дню Еще раз приду Нашел КТК Мы не знаем выйдет ли Дана одна Или со своим избранником В любом случае давайте ее поддержим О-о-о-о Я бы причем Я поддерживаю Я слышала ваш смех Да? Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Молодец Спасибо Я очень рад Постараюсь Если что ответите Ха-ха-ха Отвечаю Будете гарантом Да Ну пойдемте что ли Красавчик Молодец Только что на наших глазах сложилась пара Дана и Нуржан вышли вместе А чтобы вы лучше узнали друг друга Романтический ужин на двоих дарит вам все рестораны по сорти Изумительная кухня Обходительный персонал Атмосфера комфорта и элегантного уюта Сделают ваш вечер неповторимым и незабываемым И может быть именно там будет положено начало большой любви И вы произнесете заветные слова Давай поженимся Поздравляю тебя, Данночка Поздравляю вас, Нуржан Любите и будьте любимы А если вы хотите принять участие в нашей программе Заполняйте анкету на сайте bkk.fz Или звоните по телефону в Алматы 258 36 87 С вами была Айгуль Бабаева И это программа Давай поженимся До встречи на канале КТК Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok